Приморский бульвар преображается. Этот незаконно установленный ларёк с мороженым отправляется на площадку для хранения. Если собственник не объявится и не оплатит расходы, через полгода фургончик со всем оборудованием пойдёт в утиль. Такие жёсткие меры направлены на борьбу со стихийной торговлей в неположенных местах. По решению городской комиссии в ближайшее время снесут почти тысячу точек. Нужно сказать, ни с того ни с сего ларьки не демонтируют. Все собственники заранее получают письменное уведомление с рекомендацией самостоятельно убрать фургон или навес. Если бизнесмен просьбу игнорирует, вход идёт, городская техника. Далее конфискация. К владельцу может быть применено взыскание, если он обращается к нам с просьбой вернуть. Он подтверждает это документально, либо решением суда, либо документы предоставляет, что это имущество ему принадлежит. После того, как он подтвердит, он оплатит услуги по транспортировке, по демонтажу и по хранению данного объекта. Инициативу властей расчистить город от ларьков, фургончиков и навесов по всему городу севастопольцы поддержали. Признаются, долго ждали того дня, когда по набережной Корнилова и Приморскому бульвару можно будет прогуляться, как раньше. Раз они незаконны, значит, надо, конечно. Это одно и второе. Хорошее дело, там питание, всё. Ну, здесь же Приморский бульвар, здесь, как везде в Европе, должны только цветы девушки продавать, пирожное, мороженое. А это, конечно, надо. Это правильное решение. Я поддерживаю, как житель Севастополя. Очень много этих ларьков, таких совсем ненужных, провести так, чтобы не мешало, не нарушало нашу архитектуру города, чтобы любовались мы нашим городом, а не было наслоения этих торговых точек. Освобождать Севастополь от пёстрых вагончиков специалисты будут ежедневно. В первую очередь займутся центром города, затем другими районами. А нарушителям рекомендуют немедленно приступить к самостоятельному разбору своих торговых точек. В противном случае предпринимателям придётся выложить крупную сумму, чтобы вернуть своё имущество.